Безопасный вторник с МЧС Еще раз доброе утро! Говорим абсолютно всем и каждому, дорогие друзья, и мы обещали вам гостю. И у нас в гостях представитель Брестского областного управления МЧС «Колток» Юлия. Юлия, доброе утро! Доброе утро! Как ваше настроение? Замечательное. Погода-то наладилась, да, и настроение сразу улучшается? Да, настроение соответствует погоде. Это точно. Погода-то хорошо, но у Юлии есть не очень приятная сводка, статистические данные. Юлия, расскажите, пожалуйста, как у нас обстановка в регионе? За прошедшую неделю на территории области произошло 14 пожаров. Огнем уничтожено 2 и повреждено 8 строений. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Ну а причины пожаров, как всегда, банальны. Неосторожное обращение с огнем. В том числе и нарушение правил безопасности при курении. Непотушенный окурок стал причиной пожара в квартире жителя Березы. Инцидент произошел 14 мая. 52-летний мужчина курил на собственном балконе, не затушил окурок, ушел на работу. Окурок тлел, загорелась бумага, хранящаяся на балконе. Хорошо, что дочь, которая находилась дома, самостоятельно смогла потушить огонь. Вот самое первое. Разбирайте свои балконы, дорогие друзья, потому что не надо там держать хлам. Бросайте курить, это два, да, собственно говоря. Ну и в-третьих, если мало ли, мало ли вы увидели такой пожар, неприятную какую-то ситуацию, 101-112 звоните и, конечно же, обращайтесь. Ну еще один такой неприятный инцидент произошел буквально вчера. Десятилетний мальчишка в Ивановском районе устроил пожар на собственном подворье. Вернувшись из школы, мальчик пошел на пастбище пасти коров. По дороге во дворе в летней кухне он нашел коробок со спичками и решил поэкспериментировать. Пожег солому. Огонь перекинулся на сарай. Мальчик испугался, прибежал, рассказал обо всем бабушке. Но факт остается фактом, что такая небрежность, в первую очередь, родителей, взрослых людей, которые живут вместе с ребенком, послужила возникновению пожара, потому что оставленный в доступности для ребенка коробок спичек стал причиной пожара. Собственно говоря, вот я рассказывала на выходных, так получилось, что мы ездили на дачу, и вот рядом с дачей у нас лес, и мы вот решили прогуляться, подышать, скажем так, свежим воздухом. Я обратила внимание на то, насколько сейчас сухой лес, насколько сухая сейчас вообще растительность. Поэтому, дорогие друзья, родители, конечно же, в первую очередь, аккуратно, наверное, нужно обращаться, да, вообще со спичками. Ну и, конечно же, от детей все это убирать как можно дальше. Да, вы правы. Ну и для предотвращения таких случаев, случаев травматизма, детской гибели, с 12 мая по 3 июня в республике проходит акция «Не оставляйте детей одних», призванная обратить внимание родителей еще раз на собственных детей, и на их поведение, и обучение родителей детей правилам безопасности. Тем более, в преддверии сейчас больших летних каникул у наших детей, когда они останутся все-таки наедине сами с собой, телевизором, а, может быть, со своими друзьями, необходимо напомнить им непосредственно правила безопасности. Друзья, мы подробнее об этой акции поговорим немного далее. Сейчас немного хорошей музыки на радио Брест, так что вы далеко не уходите. А если у вас есть какие-то вопросы к представителю Брестского областного управления Юлии, то пишите на 9900 или в нашей группе ВКонтакте. Безопасный вторник с МЧС, дорогие друзья, продолжается. У нас в гостях представитель Брестского областного управления МЧС «Колток» Юлия. Юлия, еще раз доброе утро. Доброе утро. И, знаете, мы затронули тему акции «Не оставляйте детей одних». И вот хотелось бы, конечно, поподробнее поговорить и об этой акции, и о том, что еще будут, какие мероприятия. Акция, повторюсь, проходит с 12 мая по 3 июня. И в рамках этой акции, в рамках первой этапы мы посещали многодетные семьи, устраивали для них праздники, конкурсные мероприятия. В городе Бресте тоже прошло два таких мероприятия в субботу и воскресенье. Это велопробег, в котором, наверняка, многие из наших радиослушателей участвовали. Ну и в воскресенье у нас на набережной тоже проходило мероприятие «Праздник семьи». Но в рамках второго этапа мы будем посещать детские учреждения, дошкольные и начальные школы, будем проводить беседы с родителями, напоминать правила безопасности. Ну и, как всегда, у нас в завершении акции проходит на открытых площадках мероприятия. Тем более погода способствует, в начале июня мы будем проводить масштабные мероприятия возле кинотеатра «Беларусь». Ух ты! Классно, рядышком с нами, да. Более подробно я расскажу уже накануне мероприятия. Хочу сказать просто, что оно очень масштабное. Ну и наверняка кто-то из вас принимал участие в радиоакции, которая у нас проходила 12, 15, 16 мая в эфире «Радио Брест». Мы рассказывали про это. Да, мы рассказывали, разыгрывали. Ну, и более подробно, наверное, остановимся на велопробеге. Такое знаменательное событие. Мы в первый раз присоединились к этому мероприятию. 13 с километров участникам веломарафона необходимых. Немало, да. Без привычки так. Очень радует, что с семьями приходили брещане, гости нашего города, малыши на трехколесных велосипедах. Все это было очень красиво, замечательно. Ну, я боюсь, что малыши, конечно, не преодолели, да, 13 с километров? Не загадывай. Ну, и от Брестской крепости в район Красного двора длился их маршрут. Ну, и на территории Красного двора, естественно, мы устроили различные мероприятия. Ну, и другие, конечно, соорганизаторы, ну, в том числе и показательные выступления, конкурсы. Все остались довольны, положительные отзывы слышим о таком мероприятии. Ну, и, конечно, радует то, что такое мероприятие сплочает целые семьи, да. Вот в этот период мы смогли и взрослых, и детей рассказать им что-то, напомнить в игровой форме. Поэтому надеемся, что такое мероприятие будет иметь положительный эффект. Здорово. Но я знаю, что скоро у вас состоится еще одно мероприятие, да, в Парке мира, если я не ошибаюсь. Да, в Парке мира в субботу приглашаем всех желающих. Уже в эту субботу. В эту субботу принять участие в мероприятии таком интересном. Будут проведены различные конкурсы, мероприятия, будут работать точки торговли, общественного питания, будут представители Белгостраха, будут представители ДПО, БРСМ подключиться, будут работать аттракционы. То есть такой праздник для микрорайона «Восток» мы устроим. Классно, мы там живем. Поэтому приходите с детьми, будем рады видеть. Здорово. Мне кажется, все те, кто уже участвовал, например, в Беломарафоне, вполне зарядился вашей энергией, зарядился этими эмоциями, присоединится 20-го числа. Если вы еще ни разу не посещали мероприятие, которое устраивает МЧС, то обязательно присоединяйтесь 20-го мая. Начало во сколько? В 14.00. Вот, приходите. Парки еще раз мира мы всем вам напоминаем. Приходите. Ну и, друзья, наверное, нужно разыграть нам что-нибудь. Что-нибудь. Что сегодня. А именно обучающую литературу. Как раз в рамках акции «Не оставляйте детей одних» для разных возрастов, чтобы и подростки, и малыши, и родители смогли обновить свои знания по безопасной жизнедеятельности. Ну, а вопрос звучит следующим образом. Назовите известное детское произведение, в котором выпавший на пол уголек из незакрытой топящейся печи привел к пожару. Вот так вот. Друзья, 21-15-18-203-200, код города Бреста 0162. У нас уже есть звонок. Ага, испугались, испугались. Если у вас есть варианты, как же называется это произведение, то тогда звоните или пишите на 9-9-0-0. Ваши варианты нам очень нужны. Друзья, ну что же, «Безопасный вторник» с МЧС продолжается. Мы напоминаем, что в гостях у нас представитель Брестского областного управления МЧС «Халток» Юлия. И мы тут задавали вопрос нашим слушателям по поводу уголька из каски. Как правильно звучит вопрос? Назовите известное детское произведение, в котором выпавший на пол уголек из незакрытой топящейся печи привел к пожару. Вот так. У нас был тут первый звоночек. Самый. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ванечка, вы просто скоростной человек, потому что вы дозвонили самый первый и ответили правильно. Как называется произведение? «Кошкин дом». Да, конечно. Совершенно верно. Вань, у вас детки есть, да? Два. 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 Девочка и... И мальчик. И мальчик. Прекрасно. Ну что ж, тогда вот от МЧС мы дарим вам очень важную, полезную, обучающую продукцию. Поэтому вас поздравляем с этим. Ну и, конечно, деток учите, учите, еще раз учите, как нужно вести себя в каких-то ситуациях таких. Хорошо, спасибо. И не допускать их. Всего-всего доброго. Приезжайте к нам и забирайте выигрыш. До свидания вам. Ну а мы, друзья, продолжаем общаться и продолжаем рассказывать о тех мероприятиях, которые проводит МЧС. Вот-вот. Вот-вот. У нас запланировано мероприятие в Кобринском районе, в районе канала Бона. Это 16-й областной слет Белорусской молодежной общественной организации юных спасателей пожарных. С 23 по 25 мая будет проходить это мероприятие. Ну и команды из 17 районов и города Бреста примут участие в различных конкурсах. Это и спортивные соревнования, и творческие конкурсы, ну и, естественно, песни у костра, дискотеки, романтика. Все это нравится подросткам. Слушайте, да, я бы сам бы съездил бы туда, на самом деле, на три денечка-то в палатке пожить возле, на берегу каком-то. Отличное мероприятие, как мне показалось. Это точно здорово. А Юля, вот Денис в нашей группе ВКонтакте спрашивает, собственно говоря, как правильно обустроить кострище в лесу, чтобы не было проблем с МЧС и лесничеством. У меня сразу вопрос, разве можно вообще в лесу что-то разводить, конечно. Ну вот ответьте, пожалуйста. Ну на специально оборудованных площадках, либо же, если нет запрета посещения леса, можно разводить костер. Для этого нужно очистить покров земли от опавших листвы, шишек, иголок, выкопать углубления в земле, сделать, обложить битым кирпичом, либо камнем. Ну и, естественно, тогда только разведить костер. Когда вы покидаете место костра, вы должны его убедиться, что оно затушено. Затушен костер, залить водой и не тлеет угольки. Денис, ну самое главное, именно там действительно это разрешено, потому что просто вот так, ай, вот здесь мы сегодня посидим. Так, конечно, делать не надо, это вот имейте в виду. Но, естественно, запомните, чтобы еще кроны деревьев не свисали над костром, потому что в такую сухую погоду, как сейчас, это способствует пожару. Слушайте, вообще лучше не стоит. Да, лучше не стоит. Скажем так. Честно говоря, да. Так, ну это все, да, мероприятия такие самые ближайшие, самые важные. Это все мероприятия. Ну и, конечно же, хотела бы нашим радиослушателям пожелать хорошего настроения, берегите себя, своих близких и до новых встреч. Спасибо вам огромное. Я еще раз напомню всем нашим слушателям, что у нас в гостях был представитель Брестского областного управления МЧС «Калток» Юлия. Юлия, вам хорошего дня, вам хорошего настроения. Ждем вас снова у нас в гостях. Ну, а, друзья, с вами мы не прощаемся, очень скоро мы вновь услышимся. Пока что 23.45 на Радио Брест.